Гомельская область – один из наибольшь высокоразвитых навуково-индустриальных регионов Беларуси. Навуковый сектор представлены восьмю академичными структурами, шастю – высшайшими навучальными установами, а маль сорока – галиновыми навуковыми и проектными институтами. Только кандидатов и докторов навук на Гомельшине каля полутора тысяч человек. Хоть сказать сегодня можно не только об великой колькости навуковцев, але и об наявности навуковых школ, добровядомых за межами Беларуси. Традиционно очень сильная у нас математическая школа. Она сложилась еще со времен академика Чунихина, поддержана, была член-корреспондентом Шеметковым и развивается сейчас научная школа Скиба и его сотрудники у нас в Гомельском государственном университете. Очень сильная у нас школа по полимерным материалам и по механике полимеров. Это заметная со времен еще белого школа, мирового такого уровня. Там же очень эффективное и практически полезное направление, связанное с борьбой с трением и изнашиванием в машинах. Это всемирно известное, всемирно признанное направление. В этом году Рашистый Сход, присвеченный Дню Беларуской навуке, пройшел у Гомельским Державным медицинским университете. Сегодня это не только научальная, а и еще и буйная навуковая доследшая установа. Никто докладно не подлечил, сколько жителей отрымалось захавать, дякуючи распространенным тут технологиям. Но напевно их не одна сотня. И это лишь бы будет повеличиваться. Бо доследования у медицинским университете протягаются. У нас очень существенные современные разработки, которые у всех может быть на слугу. Такие разработки, как стволовые клетки, они применяются и разрабатываются при лечении хронических заболеваний печени, у нас широко. Разработка новых жидкостей, которые для лечения заболевания опорно-двигательного аппарата. Светкование Дня Беларуской навуки – добрая нагода, а значит слепших. Гоноровые грамоты и подяки. На сцену выходят навыковцы, распросовки яких оказали реальный уплыв на развитие бодай усих сфер життя. У института лесу Национальная академия навук сегодня кажутся об доследованиях на молекулярном узровне. Отриманные выники дозволяются по-новому оценить процессы, які отбываются у природе, и використовывать их на корысть человека. Секвенировали в прошлом году, то есть это полногеномная расшифровка генома. Мы сделали пять видов. Это гриб фома, ольха, ясень, граб и липа. Это сделано впервые в мире. То есть до нас никто полногеномное секвенирование не расшифровывал этих видов. Сегодня беларуская навука – это бренд, яким краина может гонориться. После подписания угод навуки декрета президента об развитии лишбовой экономики можно сказать об яшикале 40 видах навуковой деяностей, половы, с яких ранее у республицы в уголе не иснавала. Займаться навукой повинна быть престижна. Это слова президента Беларуси Александра Лукашенко с его выступления на другом съезде в ученых, який отбывся у Снежни минулого года. Олег Шенчуров, Ольга Коновалова, Валера Гапанько, Телерадо, компания «Гомель».